Музыка 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 Ну всё, чай попили. Будем здороваться. Так. Всем добрый вечер от Сергея. От Антона добрый вечер. От Татьяны, Валентина. Валентина всегда на месте. Вологда. А ну-ка, ну-ка. Та самая Вологда. Так, Марина. Вы погубили вологодский абрикос знаменитый. Надо восстанавливать. Губили не вы, а восстанавливать вам. Иначе какого... Ой, извините, чёрт, вы здесь сидите. Вам придётся восстанавливать. У нас прекрасный зимний денёк. Минус восемь. Солнечно выпал снежок, прикрыл землю. Ну, всё пока нормально. Кострома. Минус восемь. Ну, для меня Волода Кострома – это одно и то же. Так. Ну, примерно. Учитывая масштабы Сибири. Виктор, привет. Северный Казахстан, привет. Сызрани. Здравия. Видите, Алексей? Вот что бы я без вас сделал, а? Видите, это вы меня научили, эти самые, находить мои фотографии на чужих сайтах. Сколько вы их тогда разоблачили? Сотню первую. Знаете, масштабы в стране какие? Почему им нужна суперкоманда? У нас в стране сейчас... Это я не могу успокоиться. Я обращаюсь к Сергею Железову, к Юле Матвеевой. Катя Кузнецова. К вам. Назовём вас лидером. Единственный мостик с наукой. Вот. Савинич. Елена Александровна. Савинич. Елена. Я что хочу сказать. В стране огромное количество вот то, что вот сейчас... Вот как вот сейчас, видите, где застряло? Слева вот моя морда, да? Застыла. Вот сколько этого уже добра. Я же всё собрать не смог. У меня отдельная папка. Там где-то есть фотографии, где-то есть адреса, где-то нет. Вы понимаете? Огромное. Уже собрать... Я забыл самое главное сказать. Вот когда я так долго говорил, 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 говорил. Вот. Про то, что такое богатство теряем. И некому этим заняться. Вот. То, что сделала наука, это всё предел. Мы можем вырастить более морозостойки, но менее вкусно. Мы можем вырастить более вкусно, но менее морозостойки. Всё. Работа с кисточкой, с искусственным опылением прекращается. Её больше не она не нужна. Вообще не нужна. Вегетативная гибридизация повышает морозостойкость, не ухудшая качество. В других случаях ухудшая немножко, но даже в третьих случаях она же даёт такие прибавки. Что я уже говорю. Наверное, когда-то на Земле всё начиналось с культурных растений. С культурных. Это же красота какая-то, что в сибирских садах-то. А мы не с мыслями наукой. Надо прекращать работу с этими презервативчиками. Малинами по этими самыми мешочками. С кисточками. Вот. Прекращать. Меня тут один раз всё-таки ткнули, сказали. А вот Мичурин берези мне вывел. Ещё, по-моему, грушовку я уже не помню. Ну и вывел. Наука должна сейчас перейти на обследование садов. И не просто на обследование. Представляете, приезжает вот к Нине Акима. Вот она что, слева вверху. Вот она. Вот найдём мы её, допустим. Приезжает. На что привито? Как ухаживала? Сколько лет? Где взяла? Всю родословную. Вот это надо. Не надо самому ничего делать. Мы вам всё сделали. Мы вам. Вот это самое главное, что я в этом мысли. Как её внушить? Я не знаю. Кому, вернее, внушить. Сегодня 108-й вебинар. Москва молчит. Один раз был звонок. Помните? Такой московский номер. Красноречивое молчание. Когда московский номер. Когда я первый канал поливал грязью. Извини за выражение. Какого-то нерва не выдержали. Но это всё пока. Пойдём дальше. Ещё раз. Надо прекращать селекционную работу в классическом виде. Точка. Когда это всё прекратится. Она прекратится не из-за этого. Из-за нищеты. Из-за того, что хотят темирязевку закрыть. Такая, какая она есть, никто и не заплачет. Кроме тех, кто потеряет работу. И жалкую нищенскую зарплату. Пойдём дальше. Так. Валерий Константинович скажите, пожалуйста. Черенки прежде чем вложить. Пилитеринный мешок. Надо обернуть. Ложить тряпки или не надо? Нет. Это страшная ошибка. Я с ней сталкивался. Я сталкивался ещё получая. Вот когда я проклятал. Не проклятал. А очень пренебрежительно. С презрением. С каким-то брезгливостью. Раз говорил о журнале «Производительное хозяйство». Сильно много. Ну, вот сами поймите. А вот печатать письмо. А я вот взял топор. Да и это. И стесал кору. У меня яблоки стали крупнее. Другое. Я взял и посадил в эти самые. В автомобильные эти самые. Шины. На момент, пока он это напечатали. Ещё миллионы людей. Это же. Тогда это было как какой-то. Слушай, коронавирус какой-то прошёл по садам. Все давай бегом эти бушные шины. Вонючие. И садить в них. Это же миллионы деревьев погубили. И тут же рядом у них единственный плюс был. Какое. Присаденное хозяйство. Я уже говорю в прошедшее время. Её перестали выписывать. Я смотрю. Эти же библиотеки. Раньше можно было в подшипке брать. Почему? Ну, это тоже от нищеты. А тиражи падают, падают. Я даже знаю, жива на или нет. Но дело-то в другом. Дело в том, что там под каждой статьёй было. Это под каждой статьёй нас, любители. Меня же тоже печатали. Вот. Обязательно фамилия, имя, отчество и адрес. Адрес. И сразу пишешь, уважаемый такой-то. Знаете, как я писал? Уважаемый, этот самый, Александр Иванович Сычёв. Вот. Пришлите мне черенки с лучших сортов абрикосов. Вот. А цену я заплачу любую. Но, знаете, сами. Чем интересно, никто никогда из таких специалистов супер не завышал цену. Вот. Просто тогда такой был уровень. И вот благодаря вот этим... Мы много узнали и обменялись благодаря вот этим данным. Или телефон, или адрес. Сейчас этого нет. Всё. Реклама. Всё. Или плати, или во. В результате мы теперь потеряли связи. И где теперь Нина Акимова? Вот. А кто-то должен уже изучать её как феномен, в конце концов. А того там, это ни хрена на Волге расти не будет от Железова. Это у меня всё вылазит из меня наболевшее. Так. Смотрим дальше. Так вот. Никаких влажных тряпок. Потому что я это тоже такие вещи читал. И вы читали. На сухую. Гниют. Сейчас, что интересно, 5-7 дней и по Сибири, и даже до Москвы доходит посылка. Ну, там дальше чуть больше, надо ещё перевалки идут. Вот. 5-7 дней. Рекорды есть. 3-4 дня. Не успеешь отправить, уже пишут спасибо, получил. Я не знаю, что сплошное. Это обычная почта. Ещё не ускоренная. Вот. Поэтому. А проблема была. Мы ниже будем говорить. Мы к этим посылочным делам перейдём уже не сегодня. Я не успел. А проблема была. И одна из них была обязательно увлажнить. Идёт 2-3 недели. Приходит. Персики 100% изгнивают. Поэтому у меня такой слабый выбор. Вот. Видите. На сухую. То есть торцы замазаны. Черенки не замачивать, как некоторые ещё. Давайте я сейчас это замочу, а потом положу. Нет. Плотный подлительный мешок. Плотный, толстый. Погребы лежат. Ничего не делается. До марта. Потом. Да. Просыпаются черешни. Это ранний овощ. За ними просыпаются абрикосы и так далее. Но там уже следить надо. И, пользуясь случаем, говорю. Вот с них-то и надо тогда начинать прививки. Не ждать, пока проснётся. А то проснулось и всё. И выбрасывайте. Так. Виноград пишет. Нет. Ну, Виноградово – это наша школа. Что вы хотите. Правильно? Нет. Только что он написал нет. А я стараюсь как-то подольше рассказать. Заготовил с весны по двое. Закупил черенки яблес, лево-абрикосы. Интересно, где? Вопросы. После прививки весной пересадить на место лучше сразу, как почки тронутся на черенке. Или в осени с обрезкой. Если пересадить это же весной, то стоит на следующей весной срезать половину кроны. Не стоит. Если уже весной пересадили, уже можете не трогать. То есть сделать кустом для морозостойкости. Срезы побега использовать на черенки в марте. Ну, тут полвебинара надо. Полвебинара. Так, сейчас, минуточку. И сегодня на катке с детишками. Ах, процудился. Вот. Им-то хорошо. Так. Так вот. Давайте по порядку. Ну, к сожалению, очень коротко. И сначала. Итак. Вы заготовили подвои с весны. То есть они уже укоренены. Так. Весной есть варианты такие. Ну, выкапывать, брать за столом уже не рекомендую. Так. Встать на коленки, привить. Это идеальный способ. Так. Раз уже бывает, что с пересадкой приходится. А тут у вас уже раз заготовили. Значит они у вас уже растут. Всё. Ладно. Растут. А привили. Теперь дальше что делать? Возможно, если бы вы были уверены, что вы копаете с большим ком земли. Помните, как я показывал, да? Всё-таки они год исполнилось. У них корни вросли в землю. Может быть вырезается ком земли. И как только почки тронулись, вырезается и пересаживается. Чем способ хорош? Корни ещё маленькие. Я так делал. Выход годного 90-95%. Бывает и гибнут. Но редко. Вот этот способ годится. Вот. Или, как многие, ну нет земли, подождём до осени. Тут стройка, что угодно. Тогда да. Осенью пересадил, но уже полк половину кроны долой. Верхняя половина, не нижняя, по-дурному. Верхняя половина. Вот так коротко, если говорить. Теперь ещё. Привили. Привили. Не трогаете. А оно служит уже матовщим садом. Уже и привойным. Не только подвойным. Матовщим садом. Вы оставляете. И у вас собственные черники на прививку. Вот так я ответил. А только вы пишите в марте, а мы понятием ноябрь, декабрь. Смотря где живёт. А Нижний Новгород может в декабре. Когда мне написали, что на уровне земли, в Нижний Новгород как-то какой-то из годов было минус 52. Попробуйте это. Дождитесь марта, а у вас черники мёртвые. Это может быть. Так. Спасибо, Борис, за пожелание. Валерий Хасыневич. Шурийская груша. Приветствую для получения семян. Я подозревал, что вы селекционер. Подозревал. Побольше бы таких. Так. Михаил, здравствуйте. Пригла. Всем привет. Так. Это, наверное, Свинин. Куприсова, Надежда. Какие бумажные книги можно почитать по белокации. Значит. Знаете как. Откуда я стал белокатовщиком уже крутым. Просто я баловался. Мне всегда это было интересно. Вот я всегда лезу туда, куда меня не просят. А однажды началась перестройка. И у нас в стране появились книги импортные. До этого белокация не существовала. Вот. Вообще не существовала. Как бы. То есть это как бы лженаука. Вот. А появилась книга. Я купил книгу, которая называлась. Название. Они же не дураки. Хитрющее название. Знаете какое. Смерть в вашем доме. И беру и читаю. Ну там. В основном решетка Харплана была. И гепатогенная зона. Ну подробно все. С умом. Вот. И я это все внимательно прочитал. Тут же. Я уже и так умел. В рамки. Да что господи. Взял эту. Электрод. Обил эту самую. Сверху эту. Как она называется. Память металлург называется. Уже забываю. Короче. Обил. Оставил эту. Проволоку. Так называемую. Столистую. Согнул. Но аккуратно. Бухой. Все. Плохо работают. Я их раз. Вот. 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 Открутил. С этой. Вот тут открутил. Вставил. Рука не сжимает. Они там. Все. И работают. А. Не как часы. Научиться надо. Ходить. Ходить. Нудно. Пока научились почти вертикально. Ой. Горизонтально. Ну. Чтобы они не это. Не болтались туда-сюда. А вот заболтался. Значит. Наткнулся на это. Или на решетку Хартмана. Или в гипотогенную зону. Вот. Вот видите. Я целую лекцию прочитал. И дальше получается так. Книга меня только убедила. Что дело серьезное. Потому что я потом дал объявление. Вот. Это было время. Когда верили экстрасекциям. Кому угодно. Помните это. Самошельство. Которое называется. Ведьмство. Даже так можно. В общем. Ведьмство какое-то. Ну. Мне верили. Меня весь город знал тогда. Половину знали как инженера на заводе. А вторая половина как садовода. Я мерил и эти самые. И участки. Я мерил и эти самые. И дома. И представлял мебель переставлять. Вот. Я набивал руку. Сам напрашивался. И вот значит. Современные книги. Я не верю ничего. Сейчас наберите. Увидите там. Это же люди. Ауру эту никто не видел. А там. Семь слоем ауры. Там. Что угодно. Вот. Отличить. Просто. Где человек заработал на книге. А чем больше напишет. Чем толще книга. Тем больше гонора. Вот. Поэтому. Сейчас я даже не могу вам. Ничего сказать. Кроме как это. Где-то коротко. В моих материалах встречается. Вот. А я же не зря вам показал. Этот. Эта же самая. Гостевая книга. Показали как мне заходить. По-моему. Сайт. Даже показывать не буду. Сайт. Садовода Железова. В Яндексе. В Гугле. Верхняя строчка. Попали на главную страницу. Нажали на эту. На мышку. Гостевая книга. А там. Нажимаете. Вот. Вы мои фильмы смотрите. Как всегда. Бесплатно. Вот. И вам. После просмотра этих фильмов. Книга. Уже не понадобится. Вот. Эта. Бумажная. Тем более. Что я все. Что пишу. Это все. Вернее. Рассказываю. Это все реально. Вот. Так. Большое спасибо. Буду пересматривать блокнотом. Замучитесь. Если с этими. С повторами для тысячи фильмов. Так. А вебинаров 108. А до этого еще мы делали вебинары. Так. Какой у вас климат. Сухой или влажный. У нас не бывает такой простой вопрос. Дело в том. Что я сравнивал влажность с тем же Москвой. У нас суши. Так. У меня. Например. Суши. С другой стороны. У нас. Мы до этого дойдем. На следующий фильм вебинаре. Меня морды тычут. В этот. То. Что и не сей рядом. Да. Нашелся человек. Который. Предвзятый. Очень человек. Который. Однажды. Потом покажу. Это очень важно. Потому что именно он зацепился за климат. Вот. Кандидат наук. Человек вроде авторитетный. Вот. В 2013 году написал подлинную статью. Знаете как называлась? Еще в авторитетной газете. Знаете как статья называлась? А Валерка кушает. Доест. Вот. Такая подлинная статья. И он зацепился за то. Что у меня все. По это. Как называется. Все парит. 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 Из-за этого у меня тепло. И климат. Ну. Намного. И действительно. Что там особенного. Там. Абрикосовый. Вот. При этом. Ума не хватает. Что ты покажи свои татарские абрикосы. В Казани. Вроде нету. А что ты тогда сравниваешь с этим. С более теплым климатом. Как та же Казань. И вот я указал сюда. А там как раз. Мне пришлось фотографии делать. Вот сейчас у нас. За 20 перевалили морозы. А у меня-то сад-то был на острове. Его сожгли. А я про него написал. Рассказывал в этой же газете. Что это. Там пару было. Ну с двухсторонной. Течет вода. И это. Пар. 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 Деревья покрывали синим. И не замерзали. Я написал. Сад 15 лет сожжен. Этот все. Морда и тысяч. Уже не меня. А в железо. А в железо. Он давно там нет. Уже давно у меня в более жестком климате. В Красном хуторе. А он все про этот же. Про пар. Который это. И вы понимаете признатость какая. Возможно вы где-то что-то сушили. Климат сухой влажный. Спрашивает Попов. Суше чем в Москве. Вот. И все что говорит этот товарищ. Франц. Зовут его. Это все ему. А он же до сих пор. Он не смотрит. Он ничего не знает. Он как в 13 году. Написал он тогда статью. Он и сейчас считает что я на острове. 15 лет сгорел сад. А фактически получается что у меня климат намного жестче. Вот. И он более сухой. Я же как. Приготовился разговор. Сейчас я не буду туда. Там ниже увидят таблицы. Они скучные. Противные. Но не интересно чем. Там же будет средняя температура. В Москве. В Красноярск. В Саиногонск. В Москве. В Красноярск. В Саиногонск. В Москве. В Красноярск. И все полная картина. Почему? Потому что человек лезет. Лезет во все эти самые дыры. Везде пытается меня разоблачать. Он не знает что 15 лет мне нет на том острове. Который паром. Я о чем рассказал. Видите в каком у меня положении казался. А из сколько людей верит ему. Он же кандидат наук. Вот. Так. Добрый вечер Александр. Иркутск. Приветствует. Московская область. Сегодня немного. Видите писем. Бывает много. Поэтому я так долго говорю. Так. Блинова. Доброго вечера. Вот что мне интересно. Весна 20-го года. Порастые костики абрикосовые. На весну. То есть уже выросли. На весну 21-го запланирована прививка. Далее. Сад растет. Если мои условия будут благоприятны. Сколько лет будет эффективно расти этот сад. Ведь мы к нему не подходим. Ни секатором. Ни спилой. Какой срок старения абрикосов Весны. Мой опыт ограничен. Смотрите. Я не могу сказать. Вот. Точные цифры. Вот вы написали. Вы думаете я помню где вы живете. Вот. Мороз как был так остается главным врагом. Потому что к нам все культурные растения плодовые переехали с юга. Пусть они некоторые ехали долго. Вспомните Антоновка. Там Курская область. Она там задержалась. Да. На сотню лет. Вспомните Вишню Владимировскую. Она тоже с юга. Оказалось у нее климат в Владимировской области. Более менее приемлемый. А дальше двинулась на север. И так далее. Я к чему говорю. Значит. Здесь получается. Это еще такие полуадаптированные. Все таки легче с Владимировской области в Сибирь приехать. Или куда-то к вам. Чем прям с Италии. А с другой стороны. Откуда эти абрикосы там есть. Понимаете. Они же когда-то были еще южнее. Я уже. Италия. Может быть Испания. Даже может быть Египет. Все может быть. Только там такие должны расти. А они в Сибири растут уже. И получается что. Чем севернее. Тем у нее должен быть ее короче. У меня. Какие рекорды. 36. Ну учитывая что я двухлетним садил. Где-то 37 лет. У меня патриарху. Вот это вот. У меня вот кстати Юля. Матвея. Который я вспоминал. Она его пыталась обнять. Еще 7 лет назад. Вот так наполовину не смогла. Вот он такой вырос за 37 лет. Вот. Я на нем издевался. Я к нему прививки пытался делать. Вот. Уже ветки отсухают. Ну до 40-50 он доживет точно. Это. Но он манжурец. Пусть уже оккультурены. Они же в садах оккультуриваются. Любой дикарь в культурном саду оккультуривается. Это один из моих постулатов. Теперь. У меня есть рекордсмены по культурному абрикосу. Я на 33 год спилил королевский абрикос. Он был привит на манжурец. Но где-то на 33 год. Вот. До 30 лет доживали. Вот сейчас несколько спилил опять же. Это пока мой предел. Я бы сказал 40-50. Но я никогда не говорю чего не знаю. Видите почему я такой ответ. Вот. А то что вы не подходите с пилосекатором. Это гарантирует максимально из возможного. Максимально из возможного роста. Срока. Так. У нас на Алтае нынче как у вас снега нет. Мороза есть. Минус 30 почти неделю. Ну все одинаково. Только у нас здесь видно. У нас вот столько снега. Смотрите. Вот столько. А где-то уже его и нет. То есть он как бы. Снег имеет такую особенность. Испаряться. Не таять. А испаряться. Вот стоит мороз. Выпал снег. Вот такой. Проходит неделя 2-3. А его нет. А отепели не было. И он не мог просто взять и растаять. Есть еще одно свойство снега. Мало известное. Это испарение. Прямо минуя стадию влаги. Прямо снег испаряется. И это. Ну аналог хотите. Белье. Сушите на морозе. Сушите. Вот. Есть все похожее. И что получается. Значит. Получается что. Когда-то я убедился. Что. Если все нормально. То грунтовый ход далеко. Так. Если. Была нормальная осень. Нормальная осень. Должна заменить этот подзимный полив. Который опроклинают. Потому что. Дерево оно готовится. К зиме. А нет дождей осенних. Так готовится. Есть дожди. Все равно готовится. В одном случае. Влагу лишь и испаряет. А вы еще со шлангом к нему. А оно скорее скорее испарит влагу. Впереди зима. То есть. Две крайности. Она сама как-то эту проблему решает. Так. Вот. А тут еще раз. Снега нет. У нас бывало. До Нового года снега не было. Вообще черная земля. Ужас какой-то. При 40 градусах морозах черная земля. Что меня удивило. Я же не Сусяна. Мне Бог помог. Я сам не выбирал. Оно само. Заметь слово. Само выбралось. По двое. А у них корни держат мороз. Любой. Вот. Он уже где-то может на 2 метра проморозил. И снега нет. А деревья по двое живут. Я не замечал, чтобы у меня вымерзали по двое. Никогда. Один раз. Привезла мне родственница с Украины. В грецкие орехи. Вот такие. Полутора метровые. Я их посадил. Когда они замерзли. Я достал. Выкопал. Я же исследователь. Выкопал. Посмотрел. У них корни замерзшие. Корни. А так я никогда не видел. Ни у сибирок. Ни у этих там уссуриев. Ни у китайских слив. Что там еще в моем саду бывает. Ни у кого. И вот получается, что это еще не трагедия, когда снега нет. Трагедия, когда дерево изувечено. Я не в голове не укладывается. Как можно осенью. Правильно. Я прочитал уже около сотни. Уже последние верхушки читал. Мне уже не хватало нервов. В этом же Яндексе. Правильный обрезка осенью. Ведь не пишет обрезка там свертельно. Правильно. Именно что в голове укладываешь. Обязательно прочти и правильно обрежь. Как можно наделать дыр в здоровом организме. Как и думать, что туда мороз не пойдет. Потом все в грибах. Потом вяда химикаты. Вот. Кончается топором. Но перед этим сколько лет мучает дерево себя. Как можно вообще. А вот вы написали, что это. Это же. Спасибо вам. Это самое. Алексей. Нет. Кто вот здесь выше. Галина Блинова. Не подходим к секатору с пилой. Только нас вот сейчас через неделю будет 500 просмотров. А надо бы 500 тысяч. А у них-то миллионы. Сотни. От сотни тысяч. Те, кто правильно это учит. Колечие деревья. Как выйти из этого круга. Вот из этого вот. 500 участников. Я не знаю. Это я уже в отчаянии говорю. Так. Как вы относитесь к семью голодания? Вот тут я специалист, Андрей. Жаль. Я считаю, что сегодня уже все устали. Время наше уже истекает. И к лечебному голоданию я отношусь положительно. Тут неравных нет. Вот. Единственное. Ладно. Я могу забыть. В следующий раз зададите вопрос. Отвечу подробнее. Вот. Может быть даже прямо на вебинаре. Хотя некоторые обижаются. Мы же собрались по садоводству. Я в принципе могу ответить буквально в нескольких словах. Знаете, как отвечу? Самая страшная ошибка тех, кто призывает к учебному голоданию и учит правильно голодать. Их ошибка заключается в том, что они требуют, чтобы, допустим, в среднем, в течение недели уменьшали рацион, допустим, 7 дней. Меньше, 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 меньше. И еще меньше. И на седьмой день еще меньше. И на восьмой день приступили к полной голодовке. Я отвечаю за свои слова. К этой семье вы так наголодаетесь из-за этого диеты. Что на этом, как правило, все ваши добрые намерения прекращаются навсегда. И больше вы попробовать даже не будете, зная, какой вы испытывали муки, когда съедали 90%, 70% от обычной рациона, 50%. Вот. Запоминайте, как надо голодать. Накануне, допустим, обычно считается понедельника. Воскресенье считается всегда разгружающий день и так далее. На ночь наедайтесь до самого пора. С таким расчетом, чтобы завтрашний понедельник, когда вы начинаете сразу полную голодовку, ну кроме воды, вы хотя бы до обеда не испытываете комфорта. Ваш желудок все еще переваривает пищу ночью и первого пола дня. И вы потом убедитесь, что вы вступили в голодовку намного легче, не мучая себя диетой предварительно. Вот это одно главное, что вы должны знать, и вся страна и весь мир должны знать. Голодовка полезнейшая вещь для здорового организма. Если у вас нет камней почки, если у вас нет камней печени, иначе вы махом окажетесь на операционном столе. Если у вас еще возьмут, сейчас больницы все закрыты, кроме коронавируса, знаете, вот, очень опасно голодать тем, у кого камни печени и почка. Начинайте с этого, проверяйтесь, нету, а если есть, вы опоздали. Голода, голодовка для вас опасна. Вот это, если коротко. Но и начинайте голодовку, на ночь наедайтесь до упора. И тогда вы поймете, вы войдете в голодовку постепенно, постепенно, организм не будет сразу мучиться. И вы удивитесь, что, и еще настраивайтесь за 2-3 недели. Мол, завтра еще голодать не получится. На 2-3 недели вы должны, что в этот день, в этот раз поели, и все, утром просыпаетесь и больше не едите. Психологическое подготовка здесь такое же важное значение имеет, как мой первый совет. Наедайтесь до упора. Все, хотел перенести, но, в принципе, я все сказал. А, имею ли я право? Знаете, я всегда так. Человеку говорят, ну, еще минутка. Человеку говорят, знаете, что ему говорят? Значит, обратитесь к врачу. Приходит он к врачу. А врач, как тот, знаете, я до сих пор неудобно поговорю, федеральный канал, сидит толстая морда, мешки под глазами. Вот, видно, что он насквозь больной, что печень больная, что почки больные. Вот такие мешки под глазами. Что он сереброугодник. Вот. И он, говорит, учит нас всему. И голодок, и всему. Вот сидит этот человек, который через несколько лет должен умереть, и учит нас это. Проводит эти самые, ну, вот. Именно проводит лекции. Ну, вспоминайте. А, недавно же так было. Не так давно было. Вот. Вот это никуда не годится. Если я говорю, значит, я голодал неделю, две недели, три недели, четыре недели. Вот. И все это прелесть и голодок испытал. Вот так вот. И самое страшное было потом. Я рисковал жизнью. До конца уже скажу. Потому что наголодался так, что когда я все, имею право есть, я начинал не постепенно, но так хотелось жрать. Лучше голодать неделю или две. Так хотелось жрать, извините, что я сразу наедался, рискуя получить заворот кишок. Целый месяц, ничего нету там, пищи, заворот. И сразу еда с мясом. Не мог, вот жрал, жрал. Вот это минус. Я рисковал даже жизнью. Заворот кишок – это стопроцентная операция. А где она операция, если я по таге шарился? Умудрялся. А что сама голодовка? Мне на 20-й день, помню, когда самая длинная была голодовка, на 20-й день у меня было нормальное съедание. И эти самые, без всяких, как сказать, осложнений, без всяких этих, без лень. Вот все, теперь все сказал. Так, друзья, слава Богу, вроде бы больше вопросов нет. Надоел. Так, а может не надоел. Всем желаю здоровья. Так, всем желаю иметь такие сады, как вот та самая Нина Акимова. Вот, все-таки, знаете, как мне они настроение поднимают такие? Вот такие вот письма. Жду от вас заказы. На черенки, они долго не продержатся. На семена, крупноплодные абрикосы, косточки кончаются, урагайбл слабый. Вот, средние еще есть, а в этих мелких море, ну, я имею в виду Маджурсов. И, по желанию сказал, встречаемся мы ровно через неделю, 14-го числа. Надеюсь, нас больше вряд ли станет, меньше не станет. Разносите всю эту информацию дальше, дальше, дальше. Это моя просьба. Вот. Мы когда-то решили с Антоном потеряем годы. А это потеряно, знаете, сколько времени на подготовку? На все, про все. Вот. Но мы деньги брать не будем. Вот. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Всех вам благ. Спасибо.